Футбольный клуб Черноморец, выступающий нынче в первой лиге и сохраняющий неплохие шансы на возвращение в премьер-лигу, остается активом экс-нардепа бизнесмена Леонида Климова. Об этом сообщил ведущий программы Тато Такен наш земляк Михаил Спиваковский. Клуб у Климова хотела купить американская компания All Rise Capital, которая с недавних пор владеет стадионом Черноморец. По информации журналиста, сумма сделки должна была составить 5 миллионов евро. К слову, вопрос, где будет команда доигрывать сезон 2021, до конца не решен. Где команда будет продолжать играть в футбол? Американская компания All Rise Capital зашла на стадион. Есть некие вопросы по аренде стадиона футбольным клубам, но играть больше негде, потому что на стадионе Спартак играть нельзя, там нет осветительных элементов. На базе играть можно, но только во второй лиге, потому что на базе 500 мест. Ну, по коронавирусным, может быть, меркам черноморцу там разрешат играть. По-любому нужно будет договариваться с американцами. Следующий вопрос. Была ли предпринята попытка выкупить у Климова клуб? По моей информации, была. Американцы сделали какое-то финальное предложение, и это не точная цифра, а порядок. Мне озвучили его как 5 плюс, там минус, небольшая сумма миллионов евро. Климов от продажи отказался. Оценивать это можно как угодно. Я сейчас скажу очень непопулярную вещь для одесских болельщиков. Давайте просто честно скажем, что все эти там 22 года, помимо титульного спонсора компании «Гефест», в последнее время деньги в Черноморье складывал только один человек – Леонид Климов. Это просто факт, от которого очень сложно отмахнуться. Продолжение следует...